Братья и сестры, слава Господу! Мы имеем удивительный час, удивительное время. Сегодня у нас воскресный день, и мы пришли, чтобы предстать пред лицо Святого Господа, воздавая Ему честь, похвалу, поклониться Ему. Мы имеем прекрасные рождественские праздники, которые, кажется, вот так чуть-чуть отступили от нас в сторону, но мы стоим в преддверии Нового года. Мне кажется, что сегодня последнее воскресенье 2019 года, оно как бы мостик переходной между этим годом и следующим годом, если Господь позволит нам перейти. Поэтому хотелось бы, чтобы актуальность пения на Вифлеемских полях не потеряла для нас своего значения. Там пелось «Слава Вышних Богу!» «На земле мир, а в человеках благая воля!» Милые мои, да будет сегодня Божие благословение на святом народе, и дух радости, да присутствует в нашем собрании. Поднимемся на наши ноги, и будем вместе петь славу нашему Господу! ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Слава у небеса Слава у небеса Слава у небеса Слава у небеса Эту радость никто от нас не может отнять. Пусть Бог благословит сегодня нас, наше служение, мы будем еще продолжать петь, продолжать радость, возвещать эту радость всем людям. Я хочу перед молитвой прочитать одно место, в Иоанне или от Луки написано во второй главе, 46 стишка и ниже. «Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие Его дивились разуму и ответом Его, и, увидев Его, удивились. И матерь Его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Я думаю, такой интересный ответ Христос сказал своим родителям, они не могли этого понять. И Он сказал, что «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Я думаю, если сегодня каждый из нас может сам себе вот такие слова сказать, что «Мне принадлежит быть в том, что принадлежит отцу моему». Дорогие друзья, пусть Бог благословит сегодня нас, наше служение, слово, которое будет читаться, чтобы нам, так же, как эти священники слушали Христа, не удивлялись этому разуму и ответом. Пусть Бог благословит нас, чтобы слово Божие касалось нашего сердца. А мы будем благодарить Бога и радоваться прославлять Его имя. Давайте помолимся, попросим благословения. Пусть Бог благословит нас, чтобы не было. Слава Господь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это какое-то нехорошее дело, мы можем потерять что-то, что-то у нас украли, что-то сделали не так, и этот ущерб наносит нам сатана, когда мы даем ему место. И нужно увидеть это, где его умыслы знать, то есть, что он умыслил против нас, детей верующих. И для этого Слово Божье нам говорит, что мы должны, оно, правда, запрещает нам целый год, запрещает, не судите никого и никак, правда? Мы не должны других судить. А вот, я смотрю, есть для нас лично поведение, чтобы мы судили. Есть такое повеление. Я его прочитаю. Это записано в Первом Послании, Коринфянам 11, глава 31 стих. Вы его прекрасно знаете. Ибо Слово Божье апостол Павел говорит, Первое Коринфянам 11, 31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судими. Будучи же судими, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Будучи же судими, братья и сестры, а особенно, ибо если бы мы судили сами себя, стать судьею самому себе, это непросто. Вы знаете, наша душа по натуре, вся наша внутренность, естество наше, оно адвокат, оно не судья. Мы так готовы себя защищать. Даже в тех ситуациях, когда мы что-то сделали неправильно, нехорошо, не по Слову Божьему, все равно мы выискиваем себе, как бы оправдаться. Это такая наша натура. Но Слово Божье предлагает нам быть судьею, то есть стать себе судьею. Вы знаете, не каждый хочет это делать, но Слово Божье предлагает. О, если бы мы судили сами себя. А чтобы судить себя, надо увидеть, в чем себя осудить. А если я не вижу, в чем я должен себя судить? Если каждый из нас не видит сегодня, в чем себя осудить? Где в течение года я сделал так, что мне нужно себя осудить? И себе приговор вынести какой-то, какое-то наказание получить, чтобы не быть судимым Богом. Он накажет нас. Мы что-то же сделали не так, и мы не замечаем, что мы делаем. И вот для этого есть Слово Божье, которое нам предлагает рассмотреть это себя, вникай в себя. Если мы сегодня, вот, хорошенько так посмотрим, на течение проповедей сегодня, пения, вникнем глубоко в себя, мы увидим, за что нас нужно осудить. Вы знаете, я тоже нашел много в себе, что я осудил. И даже придется каяться чуть-чуть позже, я покаюсь перед всеми вами. Я себя усудил, что я и перед вами не прав был. И я увидел это, и попрошу прощения, потому что был суд надо мною. Вы понимаете? И многие осуждали меня, и говорили, вот, говорил одно, а поступает иначе. Так было. И надо это увидеть, и не постесняться попросить прощения. И когда мы просим у Господа, видя, Бог готов нас прощать. И он не судит тогда нас, правда? Слава Богу, он Бог многомилующий. И вот, вы знаете, этот враг души нашей, он делает кое-что. Через людей, через обстоятельства. И он делает это у нас. И мы, будучи христианами, детьми Божьими, часто не замечаешь. Почему? Не замечаем. И вот, я буду читать еще третье место Писания, которое дает нам разъяснение, почему мы так иногда поступаем не по воле Божьей. И вот, в 4 главе Ефесянам, 14 стишком говорится нам, христианам, дабы мы не были более младенцами, взрослым людям говорится, чтобы мы не были кем? Младенцами. Кто такие? Я постараюсь чуть-чуть вкратце объяснить. Колеблющимися. Младенцы, качество такое они имеют. Колеблющиеся и увлекающимися. Всяким ветром учения. По лукавству человеков. По хитрому искусству обольщения. Сегодня ударение я сделаю на искусство обольщения. Что это такое? Как оно работает, это искусство обольщения, и мы становимся младенцами. То есть, взрослые люди, а поступаем как дети, как младенцы. А как младенцы поступают, нам написано, колеблющимися. То есть, они колебаются так или так, они не знают, как поступить. Почему приходит колебание? Это легко сатану, сатане, по этому искусству обольщения у нас посеять колебания, то есть, сомнения, неверия. Мы видим в Едемском саду, это первое, что сделал сатана, посеял сомнения Еве. А Ева уже донесла эту участь и Адаму, и оно доходит до нашего времени. Если человек в чем-то засомневался в Господе, в его верности, в его истинности, в его чистоте, правильных судах, а сатана это старается, чтобы мы поколебались. А так ли это? А правду ли Бог сказал? И первое, что мы попадаемся в этом. Мы уже не зная Писания, вы знаете, почему мы должны очень хорошо изучать, молодежь, Писание, всю свою жизнь. Исследуйте Писание. Ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. И нам не нужно колебаться. А там есть еще ветер учений. Сегодня особенности, когда средства массовой информации имеют такую возможность доносить разный ветер учений, даже на христианской почве, даже на основании Библии. И неутвержденные люди, колеблющиеся и увлекающимися. Что такое человек увлекающийся? Человек, который увлекся чем-либо. Вы знаете, а особенно греховным. Увлечения есть хорошие, если человек увлекается, но тоже знает меру. Вы можете увлечься, вот мне сегодня можно так увлечься, вам разъяснять, что ложишься не в лимит никакой, и буду до 12 часов вам проповедовать. Увлекся человек, вы знаете. Бывает такое и с проповедниками. Увлекаются. Они думают, что знают, и я иногда так попадаю в это увлечение. И говоришь, и говоришь, и не можешь остановиться. Полезно ли оно людям, нужно ли оно людям, ты уже в то время не задумывайся, потому что ты увлеченный. Есть увлеченные люди и пророки. Это тоже увлеклись. И они думают, Бог говорит, я их не посылал, а они идут. Везде пророчествуют, везде говорят, и наделали столько беды. Есть в каждом искусстве. Потому что вот мы и говорим, искусство и обольщение. Прежде есть искусство. Что это такое, молодежь? Вы знаете, что такое искусство? Это сверхспособность человека. Вот есть люди, певцы, а есть сверхспособные. У них их голос красивый, у них наученный. Они настолько... Это талант. Это талант. Есть искусные проповедники. Это хорошее искусство. Вы понимаете? Но есть и плохое искусство. Искусство обольщения. Что такое искусство обольщения, нужно понять. И искусство, то есть талант сверхъестественный. И кто такой искусный? То есть, и у нас есть такой искуситель. Мы знаем, кто, правда? Самый сильнейший и лукавый – это кто? Искуситель? Сатана, правда? Он такой искуситель. Он знает, как... А что такое обольщение? Это правда. Возвысить человека, льстиво ему обольщение. Обольщение. Говорить ему с умыслом такое хорошее, чтобы увлечь его куда-то туда, куда замыслил этот обольщитель. Вот нам можно хвалить. Смотри, какой ты красивый. Или красивая. И человек начинает расслабляться. Ему так приятно эти слова. Какой ты способный. Какой ты талантливый. И в это упадает обольщение. Высокая оценка себе. И уже человек думает, что он незаменимый. Что он уже такой труженик. Что он такой нужный всем людям и Богу. Через меры. И это есть обольщение. Это искусство. И сатана умеет обольстить нас так. По хвалою. Всякими желаниями добрыми. Вроде бы хорошими. Нам нужно и хлеб, и пропитание. Нам нужно и кровь. То есть жилье. Нам нужно средство передвижения в этой стране. Но есть обольщаются люди. Они так увлекаются, что они уже стараются выделиться из всех. Чтобы меня заметили. Чтобы меня увидели. Какой я поэт. Какой я повец. Какой я пророк. Вы знаете, какой я пастырь. И стараются со всех сил. Вроде бы хорошее намерение. Но тут есть обольщение. Сатана это делает, чтобы в конечном итоге погубить. Мы знаем его цель. Украсть, убить и погубить. И губятся. Многие губятся за того, что принимают к себе это льстивое восхваление своей личности. Чтобы этого с нами не случилось. Нам умыслы сатаны должны быть известны. Братья-серстные. Поэтому не увлекайтесь. Не будьте младенцами. Иногда смотришь, придешь на себя. Как я в течение года посмотрел на себя. Как я был в многих местах, случаях. Это не значит, что всегда такой был. Но в чем-то где-то проявил это младенчество. Где-то себя, ну, повел не так, как говорит Слово Божье. Уловил все-таки сатана. Улег меня. В то или другое. В одной из этих я вам покажу, что в прошлом году меня перешло в этот год одно нехорошее дело, которое вы все увидели и осудили. А я в то время увлеченный своей болезнью не замечал. Я был больной человек, у меня была подагра. И я тут, помните, какую проповедь вел? Я уже все исследовал, увлекся об этой болезни, что нельзя кушать, что можно. Вам уже здоровым людям запретил в китайский ходить и тому подобное. А сам потом не устоял, когда выздоровел. И тоже ходишь туда. И многие меня увидели. Ну что, брат Славик? Я говорю, виноват, братья и сестры. Виноват. И теперь я перед всеми вами каюсь. Если вы здоровы и вам не влияет ничего, молитесь, и Бог освящает все. Но не увлекайтесь. И я так стараюсь. И поэтому каюсь в этом. Виноват. И не осуждайте больше, если меня там увидите. Хорошо? Братья, простите меня. Я человек тоже такой, как и каждый из нас. Увлекаюсь. Увлекаюсь многим. Поэтому, братья и сестры, это обширная тема. Но я хотел бы, чтобы вот это увлечение в обольщение мы не попадали. В различных вопросах нашей жизни. Не только в этом, но в служении нашем, во всем. Знаете, тебе о себе цену. Ну не будьте младенцами. Ну посмотришь, юноши взрослые, девицы взрослые, а ведут, как дети, чтобы их увидели. То такую-то чуб, то покраситься, то ногти, то еще что-то. Ну хочется младенцем побыть, как дитя, чтобы меня увидели. И сказать, ой, какой ты красивый, ой, какой ты хороший человек. Ну и это младенчество духовное перед Богом. Но мы верующие должны серьезно поступать, чтобы нам не нанес ущерба. Потому что мы видим, как наносит сатана ущерб, когда мы увлекаемся или обольщаемся. Да поможет нам Господь. Мы сейчас будем молиться и будем просить, кто себя уже увидел, свои недостатки. Если мы скажем это Господу, признаем это в сердце даже своем, Бог готов нас очистить, омыть в своей крови, просить и перевести нас в Новый год с новыми чувствами, с новыми желаниями, с новыми прекрасными, освященными душами, чтобы служить Богу со всяким усердием, со всякой чистотою и со всякой святостью. Об этом мы сейчас и помолимся нашему Господу, чтобы Господь и нас благословил, и сегодняшний ход служения, и дальнейшую жизнь, чтобы нам встретить Господа с чистыми, непорочными душами нашими. Во славу Его имени. Аминь. Молимся. Звездная ночь Звездная ночь Звездная ночь ПЕСНЯ 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 Мы от этого не застрахованы, но мы знаем, к кому нам идти, мы знаем, к кому нам обращаться. В одном из псалмов Асав говорит такие слова. В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Когда приходят скорби, мы молимся, мы просим, мы взываем к Господу. И иногда и ночью мы просыпаемся и молимся, и руки наши подняты, колени наши не ослабевают, когда мы молимся о себе, о своих нуждах, о наших семьях. Мы молимся много, когда приходят нужды. И отказываемся от какого-то утешения. Нет утешения. Нет нам утешения часто в жизни. Но дальше Асав говорит, вспоминаю о Боге. И так же и мы, братья и сестры, когда нам трудно, когда тяжело, вспоминайте о Господе, вспоминайте, что с нами тот, кто уже победил. С нами тот, кто уже готов руку протянуть нам. Но Он хочет слышать голос наш. Он хочет, чтобы мы взывали к Нему. Он хочет, чтобы мы не забывали, что есть, есть надежда. Что есть тот, на кого мы можем положиться. Есть тот, на кого мы можем уповать совершенно. Это наш Господь. Пусть поможет нам Бог. Давайте прослушаем нужды, какие есть у нас. Просим помолиться за наших детей, чтобы Господь спас их души. Спасибо, мама. Дорогая Церковь Божия, поддержите меня в молитве к Богу о моем физическом исцелении, а так же о моих детках и о покаянии неверующих родных. Сердечно благодарю. И так же есть еще одна записка. У меня вчера был день рождения. Прошу помолиться за меня, сестра Люда. А так же наши детки сейчас в этой молитве мы помолимся за вас. У вас в этом году будет последнее ваше детское служение воскресное. Пожалуйста, давайте мы все встанем. И детки, я прошу вас всех, пройдите сюда наперед, мы за вас помолимся, благословим вас. У меня есть благодарность Господу. Я хотела поблагодарить Господа за этот уходящий год. Поблагодарить Церковь за все молитвы ваши, которые возносили за мое колено. Может быть, не все так, как хотелось бы, но Бог дает мне силы. Я благодарна вам. Благодарю сестер из хора, которые молятся за меня. И хочу еще поблагодарить семью Саши и Леры Степанченко. И братика Андрюшку, который молился за бабушку Дину. Каждый раз его мама мне рассказывала. Андрюшка, ты слышишь меня? Я благодарна тебе за все молитвы. И Бог мне помогал. Слава Богу за всех вас. Пусть Бог благословит и вашей семьи. Слава Господу, что вы с нами. И мы будем продолжать, конечно, молиться, чтобы Господь укреплял. Детки, пожалуйста, выходите. Давайте в церковь молимся. Господь, слава тебе, поклонение тебе, благодарность. За милости твои, за любовь твою. И ангелс твоей в земле, царь родился в свете земли. Милостиво всем дарит, грешник с Богом привели. Все народы, праздник с Богом привели. Слава Богу за всем дарит, грешник с Богом привели. Он танцует, грешник с Богом привели. Он танцует, грешник с Богом привели. Он праздник с Богом привели. Слава Богу за всем дарит, грешник с Богом привели. Слава Богу за всем дарит, грешник с Богом привели. Слава Богу за всем дарит, грешник с Богом привели. Слава Богу за всем дарит, грешник с Богом привели. Слава Богу за всем дарит, грешник с Богом привели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Слава Богу! Слава Богу! Я также хочу поздравить вас всех уже с прошедшим, может быть, с будущим, когда будет в январе день Христового Рождества, с наступающим Новым Годом, и желаю всем обильных Божьих благословений, исполнения всех добрых желаний, здоровья, крепкого здоровья, чтобы служить Богу. Не быть в мире, а служить Богу, чтобы для этого Бог давал каждому старцам, молодым, чтобы обходили беды стороной каждый дом, чтобы было благословение материальное, не было никакого недостатка, но чтобы ни в чем не нуждались, как говорит Слово, и чтобы не забывали давать нуждающимся, чтобы были сердца раскрыты для всех, переполнены Богом, а Бог есть любовь, правда? И чтобы эта любовь изливалась из наших сердцах, растекаясь, начиная с наших домов, в церкви и дальше. Как Христос сказал, что станете свидетелями, да? Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли, чтобы распространялось Слово Божие через вас, чтобы каждый из вас был Божьими вестниками. Бог да благословит вас. И вот эти последние два дня, два с половиной дня, которые я хочу призвать вас всех к молитве благодарности. Знаю не понаслышке за некоторые семьи, потому что есть много и беды. Кто-то в больнице сейчас лежит, в госпитале. Кто-то, как сестра вера, прошла испытание и радуется, что я могу быть, она может быть вместе с нами и благодарит Бога. Кто-то проходит еще. И каждый из нас сегодня, оглядываясь назад, смотрит, трудный ли был этот год. И я скажу, наверное, трудный у каждого, по-разному. Но когда Самуил собрал народ свой, поставил камень и сказал, что до сего места помог нам Господь, чтобы мы, каждый, посмотрев назад туда, на весь этот путь, пройденный в течение года, посмотрев на все трудности, посмотрев на все то, что Бог давал, мы сегодня могли щиро, я правильно сказал по-украински, отблагодарить Господа, от всего сердца воздать Ему хвалу. Потому что Он был на всем этом пути с каждым из нас, слава Ему. И я хочу прочитать несколько слов из Третья книга Царств, 20 глава, 27 стих. Немножко предыстория. Это израильское государство, царствует царь Ахав, ассирийцы нападают на это государство и пришли один раз. Ассирийский царь Винадад требовал, ставил свои условия Ахаву, чтобы тот исполнил. Они поднялись и встали против. И Бог сказал, не смотри на это множество, я пойду вместе с тобою, чтобы ты знал, что я есть Господь, Бог. И они победили. Я возьму выше. По прошествии года Винадад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. И 27 собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы станом перед ними, как бы два небольшие стадокоз. Ассирияне наполнили землю. Вот такое вот соотношение Библия сравнивает народ Божий, за который стоит как два стадокоз. Ну, какие они с виду, да? А враги полчища огромные. И Писание говорит, по прошествии года прошел год и случается снова вот такое же. Была война в прошлом году, Бог явил милость, Бог сохранил Израиля. И там, когда была победа, Бог через пророка говорит Ахаву, не расслабляйся, но укрепись, соберись, потому что пройдет год, в следующем году снова будет нападать на тебя. И Ахав был предупрежден, собирал силы. И Бог вышел навстречу, снова вышел. Ахав нечестивый царь был. И в это время царство его было настолько поклонялись различным идолам и стуканам, и различным богам. И как прообраз это нашего даже последнего времени. Но Бог говорит, я являю милость, я еще раз дам победу. Почему? Потому что я Господь Бог. Потому что сирийцы говорили, что это Бог у них, Бог гор, на долинах он не может воевать, мы победим его так. Но Бог говорит, я Бог всей земли. Я Бог всей вселенной. Богом все движется, Богом все существует. Слава Ему! И то, что мы празднуем рождение сына, я еще раз повторю это. Он отдал его для того, чтобы мы сегодня были сильны. Чтобы мы готовились и укреплялись и не ужасались в то, что готовит нам будущий год. Чтобы мы могли войти в этот год с уверенностью, что с нами тот, который никогда не проигрывает. Тот, который никогда не понесет поражения. И было зачитано, чтобы лукавый не имел, не мог причинить нам ущерба. Мы должны готовиться. Мы должны быть внимательны, вникать в Слово Божие. Бог да благословит нас в этом. На английском, чтобы не имел над нами преимущества. Если мы не доверяемся Богу. Он дал нам это обетование и злил через Иисуса Христа обетование Духа Святого, которое мы сегодня имеем. Мы имеем водительство Духа Святого. Мы имеем Его силу, если мы доверяем Ему, если мы поклоняемся Ему, если мы служим Ему, вникая в Слово Божие. И никто нас не может победить. Никакие силы, если мы сохраняем святость во Христе Иисусе, которую Он дал. Если мы сохраняем то все оружие, которое Он облег нас верою. Верою приняв то, что Он совершил на Голгофе. Слава Ему! Я призываю вас стать сейчас, благодарить Его, благодарить за все милости, за благодеяние Его, за то, что Он позаботился о будущем. Он уже что-то сделал. Мы не знаем, не понимаем, но давайте будем благодарить, открывать Ему сердца. Может быть, кто-то желает что-то и открыться, исповедоваться. Делайте это! Есть служители! Бог да благословит! Доверяйтесь Богу! Он всемогущий! Он Бог всей земли! Слава Ему! Встанем на наши ноги! Слава Ему! ПЕСНЯ 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 Слава Ему! Слава Ему! ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 об отцах, это совершенно другая стадия. Иногда мы зацикливаемся, и нам удобно оставаться в другом положении. Может, нам не уже 50, 60, может быть, больше лет, но мы хотим остаться там, где нам удобно. А Бог призывает нас, и Он говорит, пора взять на себя это бремя, пора взять на себя эту ответственность. Кому-то подпадает духовное отцовство на 500 человек, кому-то на 2, кому-то на 20 или еще что-то. Друзья, но вырасти, но познать дух Бога Отца и передавать вот это. Апостол Павел говорит, я снова в муках рождения. Он больше передает, наверное, духовное материнство, в муках рождения. Мне неприятно, мне может быть неудобно, но я буду бороться за вас. Я буду бороться за вас. И Он говорит, до каких сроков? Доколе? Доколе? Что это значит? Это не 9 месяцев. Мы примерно знаем, что женщина носит ребенка 9 месяцев, там он родится и будет развиваться. В духовном росте, друзья, к сожалению, временные сроки не так работают. Люди растут по-разному духовно. Кто-то быстро и качественно, кто-то долго, нудно, в младенчестве многие годы. А потом он растет, потом продвигается. По-разному в духовном духовный рост происходит. И Он говорит, доколе? Апостол Павел говорит, ну, до завтра мои сроки. Знаете, есть сроки исполнения работы, в контрактах, и везде, вовсюду, и на Боинге, и Констракшене. Есть сроки. Апостол Павел говорит, доколе? Какой его срок? Каково его переживание? Доколе не изобразится вас, Христос? Он будет поститься, он будет молиться, он будет обличать, он будет оказывать влияние, он будет давать наставление до тех пор, пока не изобразится Христос. Может быть, они ему скажут, апостол, то, что там рассказывал Ценето, вот тут приезжали иудействующие самого Иерусалима, они там возле храма у них дома построены, самая святость, и нам рассказывают, как оно должно быть. И знаете, может быть, они привлеклись этим Иванлием, этим законом, и он пытается аргументировать, он от Духа Божьего пишет это им послание, но он говорит, доколе не изобразится вас Христос. Цель апостола Павла была, друзья, не клонировать себя павлоподобных. У него не было, знаете, самоцелью открыть линию брендов павловых. Иногда люди так делают, чтобы только, как я, и чтобы только, как у меня, и чтобы только с такой интонацией, с такими выражениями, с такими жестами. Вот нет. Он говорит, доколе не изобразится Христос. Христос. Он хотел увидеть Христа в этих людях. Он хотел увидеть действие благодати. Да, они оступились. Да, они сделали, может быть, ошибки. Да, они увлеклись иным благовествованием, иным мучением. Но апостол Павел говорит, друзья, что доколе не изобразится вас Христос. Это качество духовного отца. Он не ставит временных сроков. Он не ставит каких-то границ. Он не подписывает какие-то контракты. Он говорит, я буду в своей духовной борьбе за своих детей до тех пор, пока в них не отобразится Иисус Христос. Я буду бороться, куда бы они не ушли, где бы они не упали, чем бы они не увлеклись, я буду за них бороться, я буду в муках рождения, я буду в этом дискомфорте, не досыпать ночи, может быть, не доедать, в постах, доколе не изобразится Иисус Христос. Может быть, эти дети, эти духовные дети, физические эти, спасибо никогда не скажут. И имя ваше не вспомнят. Но, друзья, это и есть отличительная черта духовного отцовства. Умереть для себя, чтобы дать новую жизнь. То, что сделает Иисус Христос. Он говорит, пока семья, брошенная в землю, не умрет, она не даст новую жизнь. Пока, друзья, у нас есть уровень, пока у нас есть мера эгоизма, пока у нас есть какого-то, знаете, для себя, и я прекрасно понимаю, что возлюбить близнего как самого себя. Пока себя не возлюбишь, близнего тоже вряд ли научишься. Но Иисус Христос, он немножко, он немножко, знаете, выше идет. Он призывает нас к тому, и апостол Павел, он призывает нас к тому, чтобы нам научиться, научиться духовному отцовству, научиться духовному материнству. Совершенны ли отцы и матери? Нет, несовершенны. Но умеют ли они делать то, что не может делать юноша, отрок, дети? Умеют. Поэтому Господь желает, чтобы нам, друзья, сказать, Господь, я хочу, чтобы ты научил меня, научил меня прежде всего в своем доме, не просто стать биологическим отцом, биологической матерью, но стать духовным отцом, стать духовной матерью, чтобы понимать, что эти люди, эти дети, которых ты дал за меня, не просто претерпеть физическую боль, мучения, рождения, но и духовное, духовное бремя, ношение этого бремени, этого, знаете, этих мучений, духовных мучений, пока не отобразится Иисус Христос. Это нелегко, друзья, это занимает время, это занимает, знаете, это действительно занимает то, чтобы наш разум изменился, как Иисус Христос, Он пришел, чтобы не Ему служили, но чтобы послужить. Это и является, это является той целью, которой сегодня ты и я мы должны двигаться. Пусть Бог благословит, чтобы, друзья, знаете, духовное отцовство, оно чем выделяется? Много можно служить, много можно делать, много делать наставлений, можно много говорить, можно даже молиться за кого-то, но духовные отцы, они всегда выделяются искренностью и чистотой своих мотивов. Когда-то один проповедник рассказывал историю, как к успешному царю в государстве пришел фермер, у него такая мысль пришла, принести самую большую морковку, которая у него была, и он притащил эту морковку, положил к царю и говорит, царь, так у тебя все хорошо, поданные живут прекрасно, все счастливы в твоем царстве, морковка тебе, просто дар от сердца, вот что было самое лучшее. Царь посмотрел, говорит фермеру, спасибо, ну а где ты там живешь, как, что, ну вот там мой участок, вот там мое фермерство, она говорит, ну я тебе дам еще один участок рядом, чтобы ты больше мог выращивать, больше мог преуспевать. И стоял рядом его слуга, а он коней выращивал. На следующий день тянет лучшую кобылу, расчесал, начесал, все, притащил, царь, ты такой классный, у тебя все хорошо, на тебе кобылу, это дар души. Царь молчит. А что, а как дальше, он говорит, знаешь, какая разница между тобой и фермером? Фермер принес подарок мне, а ты привел кобылу себе. Знаете, потому что рассчитывал, что дадут больше пастбищ. Можно делать одно и то же действие. Можно быть, знаете, или говорить, что я духовный отец. Мотивы. Мотивы, друзья, это огромная разница. Апостол Павел говорит, дети мои, его не волновало, что если Галатвия станет успешной церковью, мега церковью, что никто не скажет спасибо, апостол Павел, там ты же за нас заботился, мы отступили, вдались в ересь, начали примеси какие-то в свои учения, а ты так заботился, а ты так рождал нас духовно, а ты так духовные роды, знаете, такой харизматический термин есть, а ты так заботился о нас. Может быть, ему никто не сказал спасибо, но он знал, это его обязанность. Он знал, это его цель. Он знал, что это то, что возлагает Бог. Вот почему духовных отцов нельзя сбить, знаете, сбить с цели. Нельзя у них колею с под ног выбить и сказать, ну, да не хочу я этого духовного. Нет, они понимают, что может быть, эти младенцы еще мало что понимают, мало что соображают, мало что видят, когда Бог дает призвание, когда Бог поднимает, когда Бог расширяет, друзья, наши пределы, и мы говорим, Господь, я хочу больше служить, больше служить, я хочу, чтобы мера Христова во мне, она была глубже, потому что, когда мелко, друзья, в душе, такова и мера, такова и мера, но когда наша внутренность, она становится глубокой, когда Бог дает нам эти глубокую веру, дает нам глубокую благодать, и мы начинаем, и мы понимаем, что пределы наши, они расширяются, мы начинаем служить больше, чем просто в костюме и в галстуке, мы уже можем служить там, где плохо пахнет, там, где, может быть, люди не рады нас видеть, мы можем служить, Бог расширяет, Бог дает, когда мы стремимся к духовному росту, когда мы хотим, чтобы Бог употреблял, чтобы Бог давал нам это развитие, Христос возрастал, Он исполнялся премудрости, Он укреплялся духом, пусть Бог благословит и нас, друзья, чтобы нам возрастать, чтобы нам исполняться Божьей премудрости, чтобы нам укрепляться в нашем духе, и чтобы благодать Божья она могла действовать, не застрять там, знаете, где-то среди сорняков, камней, когда иногда запрудился такой маленький ручеек, и ладычка там собирается, тухнет, пахнет неприятно, но чтобы она могла течь через нас, чтобы нам быть сосудом чести для славы нашего Господа, пусть Ему за все слава, давайте склонимся, помолимся, аминь. Слава Богу. Я хочу прочитать одно местописание, просто для нашего размышления перед добровольным пожитованием, записано Луки, 12 глава, 48 стих. «О который не знал и сделал достойного наказания, бить будет меньше, и второй полустише, и от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Знаете, просматривая свою жизнь, я больше и больше понимаю, что я благословен Богом, и мы все благословены Богом, потому что у каждого из нас есть работа, у каждого из нас есть финансы, дома, машины. И я верю в то, что мы каждый дадим отчет, не только за то, что мы говорили, но и за как мы поступали. Мы будем давать отчет за наши ноги, за наши руки, будем давать отчет за наши финансы, будем давать отчет за наши дома, машины, это мы все будем Богу давать отчет. И это Божье благословение, что у нас это все есть. В Мексике очень часто что наши миссионеры ездят, у них этого ничего нет. У нас это все есть. И как один проповедник, молодой проповедник сказал в одной церкви, за неблагодарным сердцем следует ропот. Получается, если мы не благодарим Бога за это, то, что у нас есть, у нас будет рождаться ропот. А за ропотом обычно идет Божье наказание, если смотреть через израильский народ. То Бог благословил нас, братья и сестры, и Бог будет спрашивать нас, как мы жертвовали, что мы давали Богу, что мы давали нищему, вдове, и как мы наши финансы распространяли. Пусть нас Бог благословит. Это я просто говорю для размышлений, никому лично, но просто для размышления, чтобы мы к концу этого года просмотрели свою жизнь, просмотрели этот год, и, может быть, на следующий год уже определенные сделали решения, определенные цели сделали. Пусть всех вас Бог благословит. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Песня Песня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Держите бюллетни Чтобы видеть расписание служений Поэтому так Вторник мы на 10 часов вечера Будем иметь служение В среду У нас день Ов нету ни молодежного Ничего так В четверг нет спевки Старшего хора И записка от регентов есть, что уже на следующий раз встретятся так. В четверг, 2 января спевки не будет так. И 9 января уже будет следующая спевка и приглашение желающих присоединиться в новом году, еще больше людей к хору так. Пускай Господь благословит всех нас. Братья и сестры, в пятницу служение будет. Я повторяю еще раз, в пятницу уже после Нового года служение будет так. И если мы доживем в воскресенье, мы будем иметь Вечерю Господню. Будем приготовлять себя и будем иметь Вечерю Господню. Это объявление за эту неделю. Братья, у вас что-то есть? Хорошо. У нас есть еще некоторые записочки, которые мы должны прочитать. Знаете, праздник Рождества – это удивительный праздник, когда все съезжаются домой. И как никогда в Америке множество людей путешествует. Я рады видеть некоторых братьев и сестер из нашей церкви, которые были долго в отсутствии. Но они привезли к нашей печали некоторые записочки, в которых написано о том, я их буду читать. Дорогая церковь, в эфире просимо отпустить нас, членов церкви, в связи с переездом в новое место проживания до Тексаса. Руслан Тавика Чмух. Поднимитесь, чтобы вас видели, кто отпрашивается. Они еще весной, я думаю, что в мае месяце, где-то подошли ко мне и говорят, мы едем. Но, пастор, пожалуйста, оставьте нас еще в членах церкви. Мы посмотрим, проживемся мы там или не проживемся. Наверное, прожились хорошо. Да благословит вас Господь. Такая записочка. Пожалуйста, сядьте. Еще есть вторая записочка. Братья и сестры, отпустите нас с миром. Мы переезжаем в другой штат. Семья Бруцких. Пусть Бог благословит вас здесь, а нас там. Роман, в теннисе, да? Жена там, он здесь. Они там уже пристроились. Они переезжают в другой штат. Но что мы сделаем, братья и сестры? Я всегда говорю, что за эмиграцией идет миграция. То есть, мы рассеваемся немножко по Америке. Но мое пожелание, чтобы сохранили вот это большое благословение, которое вы переживали в нашей церкви. Будем в гости приезжать. Приглашайте. Так? Хорошо. Еще одна записочка есть. Так? Дорогая церковь, просим отпустить, значит, с миром и членом церкви Виктор и Анна Климец. Где наши клемцы есть? Мы долгие годы были вместе в церкви, радовались, молились, так? Но они нашли себе, начали ходить в последнее время в другую церковь, так? Поэтому они просят отпустить с миром. Мы благодарные, братья и сестры, мы от имени всех членов церкви, так давайте мы их просто всех поблагодарим за то, что они хорошо все трудились, все молодые и старшие. Хорошие члены церкви были. Мы ничего плохого не скажем, так? И не уходят они из-за того, что поссорились в церкви или что-то сделали, так? Они всегда нами были любимы и остаются. Отпустим их с миром. Отпустим, так? Мы помолимся, чтобы Бог их благословил на их дорогах, в их жизни, так? И пускай Божья благодать будет с вами, братья и сестры. Я приглашаю весь народ Божий подняться на ноги. Давайте мы сердечно за всех помолимся, так? Закончим наше служение, нашей молитвой, так? И разойдемся по домам, чтобы продолжать дальше жизнь в Америке, продолжать здесь, в нашей церкви. И пускай Господь мир и благословения будет со всеми в наступающем Новом Году. Кто не будет на встрече Нового Года, мы уже поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Больше благословений, больше труда, больше духовного роста, больше пожертвований, потому что хотим церковь выплатить, долги имеем. Пускай во всем нас Господь сердечно благословит. Аминь, братья и сестры. Давайте будем молиться.